Мощная разнообразная серия ударов в стойке, красивые броски, эффектные борцовские приемы. Лучшую технику продемонстрировали бойцы авторской школы «Шторм» Александра Шлеменко. Спортсмены победили во всех категориях соревнования. Самые яркие схватки выиграли Мирий Садыгов и Петр Перетятько. Жесткий бэкфист, удар рукой с разворота, вертушка ногой. Мирий Садыгов сходу захватил инициативу в финальном поединке с сильным соперником из клуба «Аскен». Классно сменил тактику. По правилам соревнования разрешено применять часть приемов из ММА. Серия резких лоу-киков со средней дистанции, победа техническим нокаутом. Я рад, что Соня показал яркий арсенал ударной техники, посвящая свою победу нашей команде, в том числе Александру Шлеменко. Петр Перетятько выиграл решающий поединок в стиле своего наставника Александра Шлеменко. Активная борьба в стойке, широкий захват, правильные действия, победа удушающим приемом под названием «Гильотина». Не так давно у Александра Шлеменко был бой, который проходил в городе Екатеринбурге. И мы со всей командой поехали за него болеть. Там получили очень много эмоций. И как раз в том бою Александр Шлеменко выиграл тем же самым приемом, что я сейчас. И в бою, когда я почувствовал, что могу его сделать, я подумал, почему бы нет. И все получилось. Бойцы школы «Шторм» выиграли шесть золотых медалей старшей возрастной категории. Второй результат показали спортсмены клуба «Аскен». Бойцы продемонстрировали мощный арсенал борцовских приемов. Два спортсмена, Айбек Хасенов и Даулет Асанов, завоевали серебряные награды соревнования. Отличный был турнир. Выступил в финале. Соперник был достойный. Из клуба «Шторм». Мы заняли общекомандное второе место. Я не расстраиваюсь. Мои одноклубники выступили так же достойно. Перерыве между категориями – церемония открытия. Отдать дань памяти Владимиру Зборовскому пришли люди разных возрастов. Все вспоминали лучшие качества знаменитого наставника. Теплые слова сказали министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц и Александр Шлеменко. Он учил, естественно, и техники, и тактики. Но главная его цель была – научить и воспитать полноценного члена общества нашего. Что мы у него перенимаем и в своей школе пытаемся делать точно так же. Успех гостей соревнования. Золотые медали завоевали бойцы из нескольких регионов. В старшей категории отличился спортсмен из Пензы Николай Байкин. Боец продемонстрировал хорошую технику и панкратиона, и ММА. Выиграл финальную схватку красивым болевым приемом на ахилово сухожилие. Смесь, манкратион и ММА для меня привычна. Я постоянно дерусь на разные соревнования по разным видам спорта. Ну и, конечно же, очень рад своей победе. Потому что единственный из Пензы смог чего-то достичь на этом турнире. Захватывающее соперничество в младших возрастных категориях. Натиск, разнообразная техника, красивые комбинации. А мячи доминировали в турнире. Во всех четырех категориях вверх взяли бойцы школы «Шторм». Второй командный результат показали спортсмены клуба «Аскен». Бронзов бойцов клуба «Сатурн-Профи». Золотые медали турнира выиграли спортсмены из Томска, Бердска, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Итоги выступления юных спортсменов подвел известный боец и тренер Александр Сарнавский. Для них это будет очень большой опыт. То есть мы знаем, что ребята приехали из Сачинска, из Новосибирска, из Алтая. То есть очень много ребят. И это очень радует, что ребята приезжают на эти турниры. И ребята из других регионов. Мы просто делимся опытом. Делимся опытом между собой. И ребятам это идет только на пользу. Впереди у спортсменов все российские соревнования. Чемпионаты первенства Сибирского федерального округа по ММА. И чемпионат страны по панкратиону. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко. Антенна 7.